Совершенно неожиданно реакцию вызвало ваше заявление о том, что вы, я пытаюсь способствовать, чтобы страну не раздербанили. И очень многие задают вопрос, а вот выбор между страну не раздербанили и выбор между честными и прозрачными выборами. А если вам выбирать, так как? Это прямая зависимость, потому что я на это работаю вместе со своими коллегами более пяти лет, чтобы очищать систему нашу избирательную. Вы прекрасно знаете, вы много это в Москве сделали, но много усилий по России, чтобы избирательная система была способна проводить выборы таким образом, чтобы ни у кого не вызывать, ну, скажем, большинство не вызывать недоверие к результатам голосования. И то, как проходят выборы, и отношение людей к выборам, это и есть залог стабильности и нормального развития. Поэтому я связываю, чем чище выборы, тем это более здоровая обстановка в стране. Для меня это прямая зависимость, конкурентные, нормальные. Вы говорите о чистоте выборов, но вот первый шаг, количество недопущенных, вернее так, коллеги из «Голоса», которые, знаете, с которыми с вами тоже работают, в вашем экспертном совете, подсчитали, что новое законодательство приведет к тому, что около 9 миллионов граждан России потеряет возможность пассивного избирательного права. Ну, мы, я не буду сейчас давать оценку этому докладу, эксперты очень преувеличили, пусть они посчитают в Штатах, те, кто лишен, я уж не говорю об активном избирательном праве, там миллионы, да, лишены просто, то там значительно больше цифры, они некорректно посчитали, некорректно, мы провели экспертизу, она до конца сейчас еще не завершена, и в свое время, как мы привыкли, мы обязательно это все выложим и покажем нашу точку зрения, и пусть это эксперты поспорят. Ну, смотрите, люди лишаются пассивного избирательного права во внесудебном порядке, да, там приходит бумага из Минюста, и такие люди, как Грудинин, который входит в тройку КПРФ, в внесудебном порядке лишаются права, иначе весь список аут. Закон? Мы действуем жестко по закону, я не хочу вдаваться в подробности, что там, насколько он запутался в Штатах, у меня есть информация, но я не считаю ни себя вправе высказывать свою позицию по этому поводу. Скажу вам так, то, что касается Грудинина, мы намучились его многочисленными счетами, в которых он запутался еще в прошлой кампании, и даже и в этот раз, когда уже был последний день для регистрации их списка, для... в субботу, мы в четверг собираем рабочую группу, поскольку поступило заявление письмо от его бывшей супруги, с которой они никак не позвали. Раньше Эл Санну и супруги писали в парт-организацию, а теперь в цик, извините, это какой-то бред. Мы собрали рабочую группу, вздохнули спокойно, потому что ее заявление не было подкреплено никакими документами, поскольку у нас действует презумпция доверия, он на чисто на голубом глазу заявил, что у него все в порядке, мы, исходя из этой презумпции доверия, с облегчением вздохнув, что на этот раз вот не будет этого всего шума и скандала, дали рекомендацию ЦИК, приняли решение регистрировать. Но наше облегчение, вздохали мы недолго, в смысле с облегчением, поскольку к вечерям пришло письмо из прокуратуры, а для нас это вердикт. Ну как прокуратура вердикт? Нет, нет, нет. Прокуратура это обвинительный орган. Да, да, да. Он обвиняет, но не доказывает. А мы не имеем права заказывать экспертизу по этому поводу, мы не имеем права устраивать расследование, мы не обладаем компетенцией ни следственного комитета, ни прокуратуру. У нас есть жесткий закон, там целый ряд ведомств, например, там по иноагентам мы обязаны, когда мы заверили списки, мы должны передать соответствующее ведомство. По иноагентам нам еще целому ряду вопросов, это Минюст. То, что касается зарубежных активов, это генпрокуратура. Там у нас еще целый ряд ведомств, я их перечисляла, налоговая инспекция, потом у нас то, что касается экстремизма и так далее, это МВД. И для нас, то есть мы даем запрос соответствующее ведомство, и когда мы получаем ответ конкретно по какому-то, скажем, претенденту, ну, кандидата, для нас это, мы не можем подвергать сомнению вердикт прокуратуры, который четко официально указал, что так, у него есть активы. Для нас это, в соответствии с законом, обязанность человека, то есть по вердикту прокуратуры, по данному направлению, или его регистрировать, если там все нормально, или отказать в регистрировании. Продолжение следует...